Для вас будет мясо с рисом. Да, извините, мясо с мясом не все. Да, после обеда мы поедем дальше, до сторону юго-западного острова Бали. Это храм, который называется Танахлот. Храм Танахлот, где находится в океане. Там индийский океан, настоящий индийский океан. Потом оттуда домой. Да, возвращаем в гостиницу. Но, конечно, будет ужин, я думаю, да, вот еще. Так, а отсюда обычно ехать, то первая остановка, где это парк Пицц. Нужно около 1 час или 1 час 15-й минут, да. Но, как вы знаете, еще сейчас едем через платную дорогу, через мост. А, слева это парковка для центральной Нусадуа. В каких-то соревнованиях? Ну, может быть, это, типа, выпускной. Вот, университет на Бали, да. Очень тяжелая здесь конференция, да. Вот, они могут арендовать здесь место, потому что удобно здесь, спокойно. Мы проехали вот там, справа, это Бали коллекция, может быть, кто-то уходил туда уже, да. Бали коллекция – это комплексный ресторан, еще там магазин, но тоже там спа-салон, да. Есть там, недалеко от вашей гостиницы, только 3-2 минуты. Ну, для нас, конечно, около 5-7 минут, для вас 2-3 минуты. Вот, у вас ноги длиннее, быстрее ходят. Вот, тут еще раз, у вас курорт, да, называется Нуса-2. Помните, да, вам рассказали? Нуса – это значит остров, два – это два. Вот, очень легкий язык у нас индонезийский. Сату, два, три, я читаю его. Сату, два, три, Эмбак, Лима. Лима – это опять, это тоже столица Перу, да, по-моему, Лима. Легкие вспоминаются. Да, Нуса-2 – это два острова, а. Это, китайцы, самый приличный курорт, который был построен в 1980 году. Был первый отель здесь, Нуса-2-бит, да, как название места. Потом Грэн-Хаят, еще Путрибали, да, сейчас называется Инайя Путрибали, после реставрации. Тоже у нас тут был Шератон, Шератон-Уса-инда. Сейчас название Вестин, да, Вестин. Да, был тоже Шератон-Лагуна, сейчас называется Лагуна-Ресорт. Да, есть Милия Пали, у нас Айодиа, который был Хилтон. Назвали Хилтон, сейчас Айодиа. Тоже для славяне очень популярный отель Айодиа. Потому что там пляж хороший, и еще... Как ваш отель, да, хороший тоже. Но ваш еще дороже, чем Айодиа. Да, как говорят, НИХИЛЛА. Ой, я вот так хорошо научилась по-русски говорить. А, извините, понимаете, да? Да, очень чистые русские языки, вообще здорово. Спасибо огромное. Матур Суксуму, это на Балийском. Спасибо. Я здесь училась, с туристами. Спасибо. И празднущие учителя. А, много, много. Вот, я сначала с ними на английском разговариваю. Потом... А, ой, извините, посмотрите, справа там есть дерево с плодами. Вы еще таки, да. Это называется джекфрут. На английском джекфрут. Но славяне назвали это хлебное дерево. А почему, я тоже не знаю, это не хлеб. Много крахмала. Ага, да, да, да. Но когда молодой такой, да, это можно как суп обычно. Да, как овощи, да. Варить с мясом. Но, конечно, чем больше мяса, тем вкуснее, да. Это по-баллийски называется нанка. Нанка. На английском джекфрут. Это еще молодой, вот маленький. Когда спели, огромный. Да, бывает до 30-х килограмм или 40-х. А внутри были такие маленькие, желтенькие мякок. И много косточки, да. А вот мякок съедобный. Очень сладкий, желтый. Как апельсин? Нет, апельсин кислее. Съесен. Да, да. Ну сладкий.